Грядущий 2016 год по традиционному китайскому календарю станет годом обезьяны. В преддверии праздника залоги ростовского зоопарка решили подготовить особенный новогодний стол для своих обезьян. Угощением для обезьян могут стать фрукты, они их очень любят. И также может быть кто-то подкинет даже им в вольер игрушки. У зоологов это называется обогащением среды, то есть у человекообразных обезьян вольеры оснащены, скажем, головоломки, какие-то игрушки, веселые вещицы, которые им будут интересны. Поэтому для обезьян этот год будет веселым и сейчас последний день декабря, достаточно много гостей, они очень рады этому. В ростовском зоопарке около 16 видов приматов. Сейчас в экспозиции на улице гости зоопарка смогут увидеть только низших приматов – макак и капуцинов. Но они находятся в теплых застекленных вольерах. Обезьяны – теплолюбивые животные. Большинство из них в зимнее время спрятаны в теплых вольерах, которые вообще недоступны для глаз посетителей. Человекообразные обезьяны выйдут на улицу только к весне, когда температура воздуха поднимется до плюс 15 градусов. За последнее время ростовский зоопарк пополнился новыми животными. В феврале 2015 года в Ростов прибыл тигр Устин, которого искали по всей тайге, чтобы спасти от неминуемой гибели. Животное не выдержало адаптации в естественной среде. Донские зоологи позаботились о тигре, поставили его на ноги и совсем недавно он первый раз вышел к людям в открытый вольер. Еще один повод прийти в зоопарк на новогодние каникулы – резиденция Деда Мороза, которая будет поздравлять детишек вплоть до 17 января. Читателей 161.ру дедушка поздравил уже сегодня. Поздравляем всех наших ростовчан с Новым Годом. Не за горами уже этот светлый праздник. Мы прощаемся с овечкой и в гости ждем обезьянку. Всех этих животных вы можете у нас увидеть. Приходите всех. Поздравляем всех с Новым Годом. С Новым Годом! С Новым Годом!